Дорогие братья и сестры, шалом вам еще раз. Шалом – это не только мир, шалом – это Божья полнота. Шалом – это и дары, и таланты, которыми Господь нас наделяет. Божья полнота, и Божья вера, защита, охрана, Божья щекина, Божий покров. Всем вам шалом. На всички шалом. Я тоже, знаете, вот я лишний раз убеждаюсь, ничего случайного не бывает. И всякие подсвобеждаем, чиняем они, что случайно. Мы были по гуманитарным делам в Кранево. По гуманитарным делам бяхмали в Кранево. И там по счастливой случайности, не случайной, проходил международное служение. Трэц Диас, который, ну, второй раз всего в Болгарии, и почему-то именно в Кранево. Провеждаясь интернациональная конференция Трэц Диас, именно в Кранево. Ну, лишний раз, вот здесь, знаете, ну, и во время войны в Украине, и, ну, и до войны, и сейчас вот особенно в Болгарии, как-то каждый день видишь какие-то Божьи чудеса, какие-то Божьи знамения. И вот мы познакомились с прекрасным епископом Давидом, и с прекрасным пастором Геннадием. Что интересно, они из Караганды, и я когда-то в Караганде работал в представительстве ООН, ну, в Караганде у нас был проект Караганди-Тимиртаум. Я в Караганде жил в свое время, 98-99 год. И у меня тоже Караганда так отзывается в сердце слово Караганда. И я так с удовольствием познакомился, и вдруг, знаете, С удовольствием запознах. Я в лице этих замечательных пасторов, служителей Божьих, вдруг увидел родственные души. И в течи служителей видях родственные души. То есть люди, которые верят в нашего Господа, Ишуа, Мессию. Хорат Кутубе верват в наш Господь, Ишуа, Мессия. Которые реально иудеи по духу, Исус, сыны Авраама. Иудеи по духу, сыновете на Авраам. И сыны Божьи, конечно. И Божьи две сыновей. И вот мы пришли в гости в эту церковь. Дойдохме на гости в тази церковь. Церковь на скале. Воспримите это как реклама, пожалуйста. Воспримайте это как реклама. Если кто-то ищет церковь себе, духовную семью. Друзья, вам сюда. Треба да идут и тук. Если есть евреи, кто меня слышит? А евреи наверняка слушают меня сейчас. Можете мне поверить, вы здесь найдете настоящую Божью мишпуху. Можете да поверить, только намерите истинскую духовную еврейскую семейство. И вот вчера у нас был прекрасный, шабатний, целый день мы служили нашим братьям и сестрам. И вчера целый день служили на нашите братья и сестры. И те со служили нас. И я так чувствую реальное обновление, ханукальное обновление уже начинается. И усещам реальное обновление, ханукалное обновление. Мы, наверное, все христиане с радостью ждут 25 декабря. Всички христиане с радостью очакват 25 декабря. Когда будет Рождество. Когато ще има Рождество. И мы будем праздновать. И ще празднуваме. Мы все ждем, наверное, Нового года. Что будет какое-то обновление после Нового года. Какие-то у нас надежды. Хочу обратить ваше внимание еще на один праздник. Искам до уборно-то внимание в Рождество. Праздник обновления. Праздник очищения обновления ханука. Праздник на обновление. Ханука. Который будет 8, аж 8 дней. Кое-то, что продолжало 8 дней. С 18-го числа вечером до 26-го. От 18-го черта до 26-го. Мессианские евреи. Евреи всего мира. Мессианские евреи, конечно. Праздник этот празднует с удовольствием. Евреи, мессианские евреи празднует тоже праздник с удовольствием. И я хочу сказать, что вот такая у меня рекомендация. И искам докажет, чем имам припурыка. Пожалуйста, не воспримите это, как, что евреи опять хотят навязать вам что-то свое. Какой-то закон. Восемь дней каждый день мы зажигаем по одной дополнительной свече. Осемь дней запалываем по една дополнительная свечечка. Каждый день мы празднуем этот праздник обновления. Всякий день празднуем тоже праздник на обновление. Принимаем обновление в Духе Святом. Принимаем обновление в Святие Дух. Не потому, что мы обязаны по закону. Мы мессианские евреи, мы новозаветные евреи. Мы не под законом. Мы под благодатью. Мы это празднуем, потому что, во-первых, мы хотим наполняться этой ханукальной радостью, ханукальным светом. Мы хотим ханукальных чудес в нашей жизни. И они происходят каждый год. И, знаете, это хороший такой вопрос. Я бы таки рекомендовал христианам попробовать, пригласите мессианских евреев и вместе отпразднуйте праздник Ханука. Хотя бы один день. Не надо восемь. Хотя бы один день. Есть такой хороший вопрос. Еврейский вопрос. А что я таки буду иметь от этого праздника? Что имеем мы, мессианские евреи, от праздника Ханука? Во-первых, мы получаем личное наше, личное обновление освящения. Это реально. Во-вторых, мы утверждаемся, когда мы лишний раз напоминаем сами себе. Мы говорим об истории праздника. О том, как маленькая группа евреев Маковеев из маленькой деревни Мадим противостали огромной греко-сирийской армии. И, ну, то есть, эта армия Александра Македонского была непобедимой в то время. Александр Македонский не проиграл ни одного сражения. И вот представьте, плохо обученные. Ну, евреи, они не воины. Евреи не стали воины. Евреи учили Тору. Теса учили Тора. И мало умели обращаться мечом, луком. И не стали добрым учениками, да использовали рыжие. Тем более, у армии Александра Македонского были боевые слоны, которые, ну, разметали все на своем пути. Которые, ну, разметали все на своем пути. Ни боевые слоны, ни греческая фаланга, ни мечи, ни копья, ни щепей. Греко-сирийская армия не помогли. Потому что на стороне евреев был сам Господь. Когда мы празднуем этот праздник, мы обновляем нашу веру в Божьи чудеса и в Божью победу. Это очень важно в Украине. Вот я помню, мы в начале войны в Киеве, мы готовились к уличным боям. В нашем киевском еврейском центре неформального образования мы развернули медицинский пункт и гуманитарный штаб. И в наше миссионерский центр не направленный медицинский пункт. Нет, еврейский центр. А, еврейский. Еврейский центр. Еврейский культурный центр. Культурный центр, там направленный пункт за медицинскую помощь. И гуманитарный штаб. И гуманитарный штаб. Рядом один наш подольский еврей выделил свою двухэтажную клинику пластической хирургии за разворачивание госпиталя. Все, что один еврей, то и уделил свою клинику за пластичную хирургию, все, что за хоспитал. В этой двухэтажной клинике мы развернули госпиталь без привлечения бюджетных средств за счет помощи наших еврейских братьев и сестер из-за рубежа. Мы каждый день ходили в подвалы и в бомбоубежище, в метро, кормили людей, которые там жили. И так три месяца. И я вам хочу сказать, это время особенной благодати. Эти три месяца Господь давал силы, я вам Господь давал силы, сверхсилы. Потому что мы постоянно принимали какие-то грузы, развозили грузы по госпиталям, больницам. И мы каждый день кормили людей, но занятость была круглосуточная. И я вам скажу, что Господь постоянно обновлял. Каждое утро мы вставали и опять шли к людям. И Бог всякий день не обновлял. Собуждахме со сустрента и пакутивахме при тези хора. И удалял всякий страх. То есть постоянно эти сирены выли. Люди там бежали в эти подвалы, прятались. У нас страха никакого не было. Было желание спасать людей. Приводить Госпу. И вот я хочу сказать, что вот это обновление, я тоже вчера целый день с удовольствием служил. Пастор, слава Богу, предложил мне сегодня о чем-то поговорить. И вчера целый день с удовольствием служить. И много срадованы, что пасторами дадут ази возможность договора днес. И я вам скажу так, ночью я делал презентацию, подбирал болгарский текст, чтобы сейчас вы увидели какие-то местописания. И вот я чувствую себя не уставшим, а обновленным. И я вам хочу сказать, это именно в этой церкви раскрывается еврейское помазание. Особенно еврейское помазание. И в этой церкви раскрывал особенное еврейское помазание. И я бы даже сказал, что в том числе ханукальное еврейское помазание. И быказал ханукал на еврейское помазание. Так что следите за рекламой. Будет приглашение вас на праздник Хануки в субботу через две недели. Приходите в эту церковь, вы сами переживете это обновление, вдохновление и обновление духа, души и тела. Заповедайте в тазе церкви, что приживет обновленный на свой дух, свою душу. Я часто слышу, задают мне такие вопросы христиане. Христиане тебе задают такие вопросы. А не согрешим ли мы, если будем праздновать еврейский праздник Ханука? Пожалуйста, выведите на экран местописание. Пожалуйста, проверьте меня по Библии. Десятая глава. Десятая глава. Евангелие от Иоанна с 22 по 24 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима». И болгарски можно вывести текст. Не знаю, работает техника или нет. Пожалуйста, послушайте Слово Божие. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима». «И ходил Иисус в храме в притворе Соломонова». Ну, подавляющее большинство исследователей Библии говорят о том, что это был зимний праздник обновления Ханука. Но средство тут и следователи на Библии доказывают, что это был еще зимний праздник Ханука. И почему-то Библия... Мы знаем с вами, что в Библии нету каких-то случайной информации. И почему-то вдруг нам Библия говорит о том, что именно в праздник обновления Иисус Христос ходил в притворе Соломоновым, в храме. И именно в этот праздник пришли к Нему, обступили и тогда Его иудеи и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты, Машиах, скажи нам прямо». На самом деле, казалось бы, эти три стиха не связаны между собой, непонятно, почему они расположены рядом. Но если вы знаете еврейскую историю и суть праздника Хануки, что происходило тогда, обновление храма, обновление освящения жертвенника, и почему Машиах ожидали именно в праздник Хануку, и за что Христос его учаковали именно по времену този праздник. Я хочу задать вопрос, ответ на который можно получить хамукальный подарок. А что объединяет вообще, на Ваш взгляд, что объединяет эти три стиха? Как мыслите, как его объединяют эти три стиха? 22, 23, 24 стиха, 23, 24 стиха. На что они нам указывают? На какого посочивают, какого показывают? И при чем здесь до Библии и до этого местописания, при чем здесь еврейский праздник Хануку? И какого значения им еврейский праздник Ханука? У меня такой еврейский вопрос, но это не мессианские евреи, мессианские евреи все знают. Но с Натаком Библии у меня такой вопрос, пожалуйста, там будет высвечен телефон, вайбер, ватсап, телеграм. Пожалуйста, присылайте свои ответы, и лучшие ответы получат... Все лучшие ответы получат ханукальный подарок. Да, и тоже вопрос, что его уставим тут, и какой-то им отговор можно и спрашивать по ватсап, в телеграм, свой отговор, и какой-то правил нужно, что ты получишь подарок. Если у вас есть вопросы, а как не евреи и христиане могут использовать праздник Хануки для своего личного обновления, и утверждение в вере, в Божьи чудеса и Божьи победа, тоже пишите, пожалуйста. Мы вам расскажем. Что мы расскажем? Друзья. Приятели. Еще. Еще хочу... Хочу обратиться к тем, у кого возникло недоумение, может быть, может быть, ну, скажем так, ну, как бы так политкорриктно сказать, у кого возникло, скажем так, противление против наших слов, наших предложений, там, когда мы говорили о благословении Шаббата, благословении Хануки. Искам да се обърна към тези, когато са слушали и са усечили някаква противоставяна към думите, които сме говорили, Шаббат, Ханука. На самом деле у вас есть уникальная возможность накануне Ханукального или Рождественского обновления и имате невероятна возможность в преддверии на Ханукален праздник получить особенное обновление. Да получите особенное обновление. Раскрытие еврейских благословений. Раскрыванное на еврейските благословения. Покажите, пожалуйста, местописание Бытие 12.1.3. Друзья, обратите внимание, ну, это можно всем обратить внимание, но особенно тем людям, которых я назвал, на этом местописание, и сказал Господь Аврааму, я благословлю благословляющих Тебя, а засловящих Тебя проклину. То есть, когда мы, ну, во-первых, благословлю благословляющих Тебя, я вам хочу сказать, что послужите еврейскому народу, это достаточно полезно делу. Очень рекомендую попробовать, если у кого-то в церквях нет еврейского служения. Ако някои церкви нямат еврейское служение, с другой стороны, очень важно исследовать свое сердце, на предмет, на предмет злословия еврейского Бога, избранного народа. Дали има злословия на еврейский народ, народ, который избран от Бога. Когда-то я каюсь, я сам, сам будучи евреем, искам да се покая, че яс, преди, бъдейки еврей, у меня у самого был бытовой антисемитизм к некоторым евреям, имах битове антисемитизм к някои евреи, к очень жадным, скупым, който с... или к людям, которые были склонны обманывать других. Вредская среда есть такое иногда. И я вам хочу сказать, что я каялся когда-то, и вот это освобождение от этих последствий, злословия, насмешек... Освобождение от этого духа антисемитизма, оно приносит особые Божьи благословения. Хорошо, что... Вот здесь есть еще перевод на болгарский. Для болгар тоже... Вообще, к болгарам я отношусь с особой любовью всех, конечно, всех люблю ближних, все народы. Но болгар особенно люблю. Большой особенный обичем болгарите. Потому что Болгария практически единственная страна, которая во время Второй мировой войны не выполнила этот план Сатаны по уничтожению Богом избранного народа. За что-то Болгария почти единственная держава, которая по времену Второй святой войны не исполнила тоже план на Сатане за уничтожение на евреи. И практически все болгарские именно евреи были спасены. Огромный вам поклон Огромный вам поклон за то, что вы принимаете сейчас беженцев украинских. Понимаю, для вас это может быть лишнее напряжение, но ваше сердце гостеприимное то, что вы принимаете странников и пришельцев это очень ценно в глазах Бога. И все-таки вернемся к этому месту Писания по поводу злословящих тебя прокляну. Я предлагаю вам такую молитву. Ароново благословение вы все получили, надеюсь, вы его приняли. Но вот, пожалуйста, обратитесь к Богу, что если вдруг у вас, даже если есть какая-то тень антисемитизма, чтобы Бог освободил вас от этого. И это злословие Богом избранного народа преобразил благословение. Давайте обратимся к Богу. Дорогой наш Господь, Ишуа Мессия, Иисус Христос, Иисус Христос. Прости, пожалуйста, мои грехи. Прости мой грех антисемитизма. Прости мой грех на антисемитизм. Прости все неугодные, нечистые поступки, мысли в отношении Богом избранного народа. Прости весь мой род, моих родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Которые участвовали в преступлениях против еврейского народа. Которые участвовали в преступлениях против еврейского народа. В холокосте. Или просто злословили и насмехались над еврейским народом. Изгладь, пожалуйста, из книги судеб, из книги жизни. И наполни, пожалуйста, всех нас, меня лично, всех нас. Исполни всички нас, лично, мен. Твоими божьими еврейскими благословениями. Бешем, Ишуа, Гамаших, во имя Господа моего. Ишуа, Мессия. Иисуса Христа. Я прошу и молю. Амин. Дорогие братья и сестры, ханукального обновления вам всем шалома, Божьей полноты. И приходите на хануку в церковь на скале. Амин. 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 Спасибо.